Обсуждение любых медицинских проблем Ликвидации канала я не обсуждаю Вообще мне до ВОЗ настолько далеко Что я даже и не помню о существовании этой организации Мне на нее глубоко, честно говоря, наплевать Меня волнует такая аберрация сознания Когда люди начинают рассказывать какие-то небылицы о советской медицине Будь то бы она была какая-то прям невероятная И там какие-то были фантастические успехи Ну медицина-то может быть да А вот с системой здравоохранения совсем нет И я бы хотел поделиться своим собственным опытом Отношений с системой здравоохранения в советский период Сейчас вот эти байки рассказывают зачастую люди Которые либо все забыли Либо и помнить ничего не могут Потому что в условиях советской системы здравоохранения Не жили и с ней не взаимодействовали Я должен сказать, что как всегда в жизни бывает Есть одни врачи, есть другие врачи Есть те, кто исполняет свой долг Есть те, кто не исполняет Сейчас, конечно, тоже система здравоохранения вроде бы как формально существует Реально ее нет То есть нет вообще, совсем нет А все-таки То есть здесь даже и говорить-то не о чем То есть как систему оценивать невозможно И здесь у меня тоже там своя история взаимоотношений за последние 30 лет А вот как раз обратимся к истории советского, советского периода Вот начнем там с моего детства Я маленький мальчик и у меня вроде бы аппендицит А может быть и нет Кто его знает, но определили как аппендицит Надо вырезать Ну, хорошо Общий наркоз вырезали Очнулся в палате Через день, на следующий день перевели в общую палату В палату выздоравливающих И я, ну мне было, наверное, где-то около 10 лет И я край муху услышал, когда мне швы будут снимать Это, ну, какое-то вот событие такое болезненное И было сказано, что где-то через 3-4 дня Швы можно снимать А мне на следующий день после операции начинают швы снимать Я медсестре говорю Нет, я только у меня операция была Вот только там полтора суток рано еще Она уже начинает снимать Она там, ну, еще маленькие там, не помню 3 или 4 шва было Уже один шов сорвала И потом чего-то вот она сорвала один шов А потом что-то задумалась и посмотрела Ах, да, ой, ошиблась Вот система такая, да, что можно было ошибиться В отношении ребенка, понимаете, который не обязан ничего помнить и ничего не соображать Вот, ну, естественно, шов в этом месте начал расходиться И заживление было совсем не то, как было бы при профессиональном подходе Ну, где-то примерно в том же самом возрасте Чуть больше, чуть меньше, сейчас уже не помню У меня было подозрение на легкое сотрясение мозга Ну, как всегда, всякие детские перипетии И вот так уж получилось В больницу у меня Что такое советская больница? Думаете, сколько в палате детей? Вот, дети разного возраста, причем Около 20 человек Вот эта московская больница Замечательная больница, около 20 человек И, как вы думаете, какие там взаимоотношения складываются? Ну, как всегда, возникают эти вот альфа-самцы Которые не соображают, что они находятся в больнице Вы думаете, кто-то их останавливает? Вы думаете, что в палату кто-нибудь заходит? Или что ночью кто-то контролирует? Да нет, вот у меня там головная боль, допустим Или мальчик рядом лежит, там у него автобус наехал Он там неправильно дорогу переходил У него автобус наехал, травму ему нанес Там часть кожи сорвана И вот, ну, так мальчик слабенький И так поплакивает даже А вот эти вот альфа-самцы лет там 12-13 Они всю эту палату, значит, приводят в состояние тюрьмы Да, то есть они всех третируют, что-то там отнимают Кого-то оскорбляют Вот, ну, я такой был ершистый Даже в слабом состоянии Я что-то там им сказал И три бугая, которые заметно старше меня Они меня просто вышвырнули из палаты босиком в коридор Я полночи провел в коридоре А никого нет, в больнице пусто, пусто То есть там самоуправление, детское самоуправление Которое самое зверское, которое можно себе представить Особенно, когда вот выделяется эта правящая группировка И все время, пока я находился в больнице Вот, вальчишка, ну, я не знаю, где-то лет там 8-10 Вот это издевательство происходило каждый день Вместо лечения То есть, ну, днем поспокойнее, потому что тут ходят как-то врачи, медсестры Какие-то процедуры и так далее А ночью какое лечение? Ни сна, ни отдыха, ни спокойствия Естественно, никакого лечения там не было Слава Богу, что через неделю выписали И я смог как-то пережить все это дело Отдохнуть дома И это свидетельствует о том, что система-то была вот такая Даже в отношении детей Вот, следующий у меня, следующий эпизод Это мне 13 лет, это уже я хорошо помню Такой быстрый рост в это время Несколько нескладная фигура Такая долговязая И был я вместе с родителями на озере Байкал На турбазе И там вот бегал, там такие валуны, камни И бегали там с братом Я подскользнулся на камни Нырнул, хорошо, что не головой стукнулся Руку подставил, рука сломалась Причем со смещением, обе кости Вот, я со страху думал, что это просто у меня Вывих какой-то я дернул, у меня одна кость стала как нужно А вторая со смещением Ну, более адская, конечно Меня очень быстро, хорошо Начальник турбазы, был там приятелем моего отца На своей машине Мгновенно меня тут же прямо отвез Где-то совсем недалеко Была больница И оказалось, что это выходной день И к тому же день медика В этот день рентген не работает Поэтому на ощупь Система не работает, но врачи работают На ощупь мне вправили руку Поставили таким образом Что она не получила даже костной мозоли Вообще не прощупывается Обычно, ну, как бы утолщение в том месте, где перелом Тем более такое, со смещением И трещинки какие-то Костной мозоли не было Не образовалось Вот вдвоем две, точнее две медсестры И один врач Они так вправили мне руку И так хорошо упаковали в гипс Что через месяц гипс сняли И в дальнейшем никаких последствий вообще Вот это прекрасные врачи И отвратительная система Занимался я борьбой самбо Там самбо дзюдо в одном флаконе было Ну, по правилам самбо Поехали мы на соревнования Мне, наверное, лет 16 Там своя система Там на возрастание смотрят Слишком мало людей, видимо, занималось тогда Этим видом борьбы Или вот локально Чтобы провести соревнования Там в Московской области Не помню Кажется, это только город Электросталь Был, сейчас уже не помню А я жил тогда в поселке Черноголовка Который сейчас достаточно широко известен Не все знают, что там научный центр Там отец мой занимался стройкой Был главным инженером строительства А я учился в школе И занимался в местной секции Вот, поехал на соревнования И травму получил в одной из схваток Просто, ну, там Какая-то более-менее равная схватка была И я где-то неудачно приземлился на плечо И у меня резкая боль в плече Я думал, что вывих Меня отвезли в больницу В больнице Я говорю, кажется, вывихнул Ну, вот, кажется Мой диагноз почему-то врачам Показался правдоподобным И они меня стали рвать за эту руку Так, ее выкручивать А у меня как тут оказался Перелом ключица потом Как тут сдвинулась Боль просто в глазах темнеет То есть сдвинули кость по кости Отправили меня на рентген Сделали рентген Определили, что перелом кости Ну, надо бы вправить прямо здесь То есть вы получили рентген Надо вправить Они меня отправляют по месту жительства То есть я еду домой Но рентгеновский снимок мне не отдает Он еще мокрый Вот он висит, он мокрый Я приезжаю в свою черноголовку Иду в поликлинику Говорю, вот, перелом ключицы Направили А там тоже такая врачиха, помню Полнотелая Она говорит Нет, нет, ты не подходи ко мне Что там у тебя, перелом? Давай, отправляйся за рентгеновским снимком Я говорю Так это какой-то другой город Я даже не знаю, где Ни адрес этой поликлиники Нас привезли на автобусе Увезли на автобусе Куда-то ехать Мне 15 лет Вот, это не по прямой Там сел и доехал И машин тогда ни у кого не было Чтобы так можно было Решить проблему В общем, отправила меня И даже не стала осматривать Это врачиха, правильно Таких людей как раз называют Не врач, а врачиха Отправила меня Все И ключица до конца не была вправлена Вот, может быть, изгиб и не очень большой Но, тем не менее Ключица сломана Так и осталась Вот она и срослась Так неправильно Что, собственно, потом Аукнулось мне разными Не совсем симметричное Развитие тела Продолжает организм расти И поэтому Боли в пояснице возникают И другие проблемы Ну, скажем так Спортивными занятиями Я все это дело компенсировал Ну, вот вам еще одна иллюстрация Того, что такое за система Была в советский период То есть, были достойные врачи И были недостойные Которые, ну, как бы Снять с себя ответственность Ничего не делать И не помогать Что можно еще вспомнить Советский период Я занимался бегом Серьезно занимался Ну, как любитель, естественно У меня профессия другая Я не спортсмен по профессии Но бегал на длинные дистанции И вот однажды Жарким летом Я пробежал километров 20 С устатку из холодильника Выпил воды Там не помню чего уже Какой-то воды То ли компота То ли молока Не помню Холодного Выпил И к вечеру у меня температура Начинает подниматься Вот И на следующий день Температура Я звоню в больницу И прошу врача Прийти на дом Меня спрашивают Какая температура 38 Ну, говорят Ты молодой еще Давай пешочком до поликлиники Пешочком это 20 минут примерно Транспорт по прямой не ходит Нет Самый быстрый способ Это дойти пешком Ну, я пешком с температурой Иду в поликлинику Меня принимает терапевт Я еще там сижу Какое-то время с этой температурой Которая меня изматывает Терапевт меня смотрит Температуру меряет Давление меряет Ну, что, говорит Тебя где-то там продуло Вот тебе рецепты Иди там Покупай жаропонижающий Еще там что-то Я в обратную сторону Проходя мимо аптеки Все это покупаю И какой результат Температура от приема Таблеток не спадает Температура уже под 40 И никакие таблетки не действуют Благо, что тогда еще Моя будущая жена Невеста тогда моя Позвонила мне Я сказал, что вот Что-то мне совершенно нехорошо И она где-то Через своих родителей Нашла знакомого врача Который мне перезвонил Спросил Опросил меня так, как положено Есть один врач Есть другой врач Он меня опросил И по телефону Определил диагноз Никакая у меня не простуда Меня не продуло А у меня солнечный удар Я долго напрягался на улице Бегал там Ну вот Мне напекло голову И все Надо все таблетки отменить Все Никаких таблеток И через два дня Я был здоров Есть врачи Есть врачи Системы нет Вот в поликлинике Это же не врач Если он такой простой диагноз Не мог поставить Конечно это не врач Еще один эпизод Тоже я продолжаю заниматься бегом Я там как-то Майский день Соревнования какие-то Я там бегу 20 километров Надо было пробежать Я чувствую Уже завершая десяток километров Я чувствую Что что-то не то С моим организмом И на десятом километре я схожу И оказывается у меня Воспаление легких Но как это определяется У меня температура 40 Вызывает скорую Мы ждем долго скорую Потом скорая долго едет Потом меня привозится В приемный покой больницы Я там сижу У меня просто сжигает Эта температура Уже за 40 Мне невозможно сидеть Жду когда меня примут Все приняли Положили уже вечер Положили меня на койку К лежачим больным Вот пластом лежать И я лежу И умираю Просто вот чувствую Что я сейчас помру Вот И у меня что-то там щелкнуло В голове Я же не медик Но просто где-то Сработал инстинкт самосохранения Я встал Перед глазами все кружится По стеночке Дошел до дежурной сестры И сказал что Мне нужно жаропонижающее Иначе сейчас я здесь коньки откину Получил я таблетку Жаропонижающего И все И больше у меня температуры не было Я не помирал Да Там меня кололи Там просвечивали С трудом нашли Было ли это вообще Воспаление легких Ну вроде как Там опытный врач Прослушал На рентгене там ничего не увидели Опытный врач прослушал Вроде бы да Вот там какой-то Какие-то хрипы были Мне там навкалывали антибиотиков И через две недели я был уже работоспособен Не помню в больнице по-моему неделю провел Но никакой температуры у меня не было Если бы у меня в мозгу вот этого не было Я бы мог действительно откинуть коньки Молодой человек Занимающийся спортом и так далее Как я подхватил Где я мог подхватить это воспаление легких Одному богу известно Но главное какова система А система такова Тебя положили И твое здоровье в твоих собственных руках Вот это все советский период Сегодняшний день-то Я вообще даже не говорю о том Что там мои родители ушли В результате медицинских ошибок У отца был инсульт Его привезли в больницу В госпиталь Привезли в воскресенье И просто не обеспечили необходимой помощи А там от скорости оказания этой помощи Зависит последствия Не оказали И через неделю он скончался В 65 лет В общем возраст Не такой чтобы уходить из жизни И с моей мамой Диагноз который поставили И пока не дошло до патологоанатома После смерти Все считали что Установлен диагноз туберкулез Безграмотные Тоже в военной поликлинике Безграмотные врачи Посмотрели на снимок И сказали Туберкулез Или там подозрение на туберкулез Скорее всего туберкулез Отправили в туберкулезную больницу Там вкололи Чтобы старушка не ходила по коридорам Вкололи успокоительное Успокоительное так успокоило Что мама моя стала лежачей больной Конечно возраст уже был преклонный Но все она уже после этого Да как-то мы пытались ее Вывести эти токсины Которые ей ввели Чтобы она была спокойнее Вот ее успокоили Можно сказать навсегда Как мы не пытались Ничего в конце концов не получилось Опять там в туберкулезную больницу Это просто ужас Что там тоже Палата человек на 15 С облупленными стенами В Москве Это в Москве А потом там Опять там Старушка суетится Давайте мы ее в другую больницу В третью Там тоже вкололи чего-то И она уже не вставала Вот такие обстоятельства Это современная медицина Медицина Или точнее Система здравоохранения Система сопровождения Пожилых людей на тот свет Поэтому сейчас болеть категорически нельзя А в советский период Болеть было крайне нежелательно И всем рекомендую вести здоровый образ жизни Не курить, не пить Правильно питаться Всякую дрянь не жрать Там фастфуд всякий Иногда там Я тоже могу себе позволить Когда сильно голоден И другого выхода нет Как утолить голод? Но лучше конечно потерпеть В таких случаях В общем Что такое правильный образ жизни? Все прекрасно знают Но живут почему-то Неправильным образом жизни А когда попадают В руки недобросовестных врачей То раньше времени Могут отправиться на тот свет Или получить такие патологии Которые будут лечить В течение всей своей Уже недлительной жизни Вот таков мой личный опыт Не надо рассказывать басни И байки про то Что в советский период Жилось все замечательно Да, я видел эти советские больницы Что они себя представляют Когда других навещал Сейчас мы видим Собственно Ту разруху Которая была тогда Вот если больницу не отремонтировали А это довольно часто Даже в столице То вот та же самая разруха Которая была и тогда Она и теперь Вот Тогда конечно Какая-то система была Но система была плохая Лечили отвратительно Врачей готовили отвратительно Сейчас можно сказать Если человек бесчестный То он самообразованием Заниматься не будет И поэтому он будет Вот на уровне Который его подготовили Даже хуже Потому что Забудет даже то Что случайно помнит Не болейте, друзья Всем доброго здоровья Субтитры сделал DimaTorzok